Уже второй год лицеи и гимназии нашего города не набирают детей в первые классы. Вместо этого ребята, которые живут на территориях, закрепленных ранее за статусными школами, идут учиться в Центр образования. В нем они получают начальное общее образование 4 года. Эту организацию создали, чтобы дать возможность школьникам всего города на общих основаниях поступить в лицеи и гимназию с 5 класса. Подробнее о новой системе рассказала директор департамента образования депутатам городской думы. До тех пор, пока начальная школа присутствовала в лицеях и гимназиях, дети автоматически переходили с уровня на уровень. И таким образом возможности отбора индивидуального нет. Теперь наши ребята, которые поступили в Центр образования, отучились в первые годы, через 4 года по окончанию начальной школы они все завершат обучение. И дальше в соответствии, либо с пропиской они пойдут по территории, которая будет закреплена, каждый дом будет закреплен за конкретно обязательной организацией. А лицеи и гимназии смогут реализовать право на индивидуальный отбор детей. Поступать в 5 классы лицеев школьники будут по результатам вступительных экзаменов. Пройти эти испытания смогут дети со всех школ, приоритетов не будет. Первый раз систему применен в 2023 году, когда сегодняшние первоклассники Центра образования его закончат. Все школы заканчивают абсолютно одинаковые программы обучения начального общего образования. Вот с этим своим уровнем они приходят, и все, что они имеют, это их багаж. И дальше различные формы испытаний, это же не решение, а просто пример. Это в том числе не стандартные задачи, это в том числе и так далее. И поэтому никто, конечно же, готовить и разрабатывать это целенаправленно не будет. Потому что каждый ребенок, он все равно проедет, если это есть. Это все равно есть, поэтому один из вариантов, который все равно будет учитываться, это портфолио детей. Благодаря новой системе ажиотажа в Центра образования нет. В этом году большой популярностью у родителей первоклассников пользуются школы нового района. Не нужно ориентироваться только на внешние признаки, скажем, внешние признанные характеристики. Да, лицей и гимназии – не вопрос. Но у нас прекрасные школы, прекрасные педагоги в других школах. Да, у нас в этом году 17-й школа набирала три класса, она переполнена. 16-й, 4-й она полностью закрывает. 11-й, 4-й она закрывает. И это потому, что действительно народ туда идет. Поэтому нет, на сегодняшний день у нас, я хочу сказать, 13-й школа – это очень резкое повышение имиджа на сегодняшний день. И у нас нет, если раньше у нас были вопросы с набором, то вопросов с набором нет. И не просто с набором нет, туда дети стремятся идти и так далее. Поэтому здесь вот с точки зрения имиджа мы однозначно на это работаем. Также депутаты обсудили строительство детского сада в 21-м микрорайоне. На этой территории построены несколько новых домов, но инфраструктуры нет. Вопрос решается уже несколько лет. В генплане обозначено место, где должен быть детский сад. Финансировать его строительство должно было Министерство обороны, но деньги выделить оказалось невозможно. Заявлено проектирование. Конкурс разыгрывается на проектирование детского сада на 180 мест в 22-м микрорайоне. Как только это проектирование будет закончено, войдем в областной бюджет с обращением для софинансирования и будем строить садик. Самый оптимальный вариант на сегодня – войти в областную программу строительства детских садов. Городские власти продолжат работу в этом направлении. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.